Приветствую вас. Я не знаю, заметили вы или нет, но вы сами в какой-то степени ответили на свой вопрос, описывая свое эмоциональное состояние. Котённик – это то существо, которое ассоциируется у большинства людей с чем-то нежным, с чем-то мягким, с чем-то таким ослабленным, с чем-то любимым, теплым, нежным и так далее. Судя, потому что вы успели о себе рассказать, я полагаю, что вы человек, который, как раз таки, очень редко позволяет себе все это делать. То есть вы, по сути, не позволяете себе проявлять нежности, не позволяете себе быть мягкой, быть чувствительной, быть какой-то вот еще такой. И котённик, вероятно, это то, что напоминает вам о том, какая вы можете быть. Но поскольку вы так и так жить не привыкли и поскольку, вероятно, вы боитесь этого, боитесь так своих проявлений, скажем так, то и соответственно отсюда такая реакция. Я понимаю ваши чувства и понимаю то, что вам сейчас плохо. Я только не очень могу понять, исходя из вашего сообщения, как вы проживаете свое горе. То есть, ну вот вы скучаете, но котёлку, которую вы отдали, это понятно. Вы плачете, это тоже понятно. Понятно. Хотя, вероятно, вы пытаетесь сдерживать свои слёзы. Это тоже понятно. Мы это всё очень даже по-человечески, я бы сказал. Непонятно, немножечко другое. То, что вы делаете со своими чувствами, что вы делаете со своими слезами. Опять же, если вы понимаете, вот у меня возникло такое, знаете, довольно стойкое ощущение, когда я читал вашу историю, что вы проскакиваете свои чувства. То есть, вот вы вроде бы что-то описываете касаемо своих чувств, что вот я плачу, рыдаю, задыхаюсь, ну вот. Но вы описываете их только телесно, вы не описываете то, собственно, что происходит. То есть, вот, а что на психологическом уровне происходит. То есть, ну, условно говоря, если вы плачете, то вам грустно, если вы плачете, то вам больно, например. Если вы плачете, то вам что? То есть, какое у вас, у самой отношение к этим слезам, которые, например, есть, допустим, сейчас, или которые были при котенке. Понимаете? То есть, вы убежите от своих чувств сейчас, и это очень заметно. Соответственно, мое предположение относительно того, как получилось, что вы попали в такую ситуацию. Оно, конечно, в силе, в силе, но стопроцентный ответ вы можете дать только сам себе, если будете честны с собой. И здесь, мне кажется, дело не столько в поиске ответа, который может быть, в принципе, разным. А дело здесь в решении того, что с этим делать. Очень важно, чтобы вы решили, что вы хотите с этим делать, с этим делать. То есть, если вы, например, чувственно себя подавляете, к примеру. Ну, просто вот, если вы чувствуете, на эмоциональном уровне себя подавляете, не позволяете себе быть самой собой. Например, вот, что нужно же с этим работать, потому что полноценной жизнью жить у вас в таком раскладе не получится. Вот. И это уже вопрос о том, чего вы хотите заниматься, хотите ли вы в этом разбираться или нет. То, что я хочу, чтобы вы поняли, это то, что котёнок выступает здесь своего рода триггером, который надавливает на ваше болезненное место. И, в результате, это место оказывается, ну, по факту, нарывающе. Вот. Поэтому всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. И удачи!